здравствуйте я в катаре ну это почти то же самое сегодня со мной моя сестра мой номер 1 фан и будем показывать что находится в дохе топ фьючерсов по версии ТБН тут как вы видите сразу открывается красота ну почти как в монастыре ну чуть-чуть лучше все равно первое впрэшн как классно сейчас голоски про нас нет да, мы еще на честь мира потому как мы одеты не скажут что мы вдоль ну прохладненько да почему-то сейчас ветерочек очень сильно и 17 градусов но я думаю те кто в России сейчас нам завидуют поэтому не будем особо на этом заострять внимание вот этот корт это не центральный это по моему корт номер один когда играется потому что вот эта вот арена центральная центральная арена утром многие работают сейчас под ВТАшку по моему первая будет ВТАшка красивая а вот так вот выглядит арена вечером ну на самом деле в живую кажется чуть точку более масштабно чем на видео ой они сейчас как раз ремонтируют корты ну точнее прям полностью перестилают перестилают вот так вот выглядит процесс hello guys вот так вот они красиво заливаются цвет прикольный вид очень красивый глаза отдыхают вот так вот скажу так и мы что мы видим мы видим как господин Клок разносится ай вот хайлайт ладно никто не видел я сейчас последний розыгрыш еле успели ну красота вот он легенда маратик че как тебе? как тебе нравится тут все? я снимаю нет я просто так телефон держу да все хорошо все ты первый раз вдохи? а нет ты же говорил по юниорам был четвертый наверное и че не расстраиваешься ни разу? отлично все все устраиваем на 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 ну как так Дэн? матчпойт не видно что до гаража идут красавчик машинка красиво красиво хорошо Дэн комментарии с первых уст перед пресс-конференцией что хотите сказать? что комфортные условия быть сегодня да? по идее держась понравилось? очень понравилось ну кроме ветра кроме ветра тут приятно ну то что я увидел ну радует радует тут еще и налогов нет это еще больше радует а так ну еще то что я с тобой живу понравится ну все у тебя там самое главное расписание это точно ну все у тебя там на пресс-конференции ждут давай что мы имеем это катайская федера федерация тенниса вот они все время тут работают над кортами там каждый год перестилают одну из сторон сейчас это выбор пал на левую сторону по правой стороне четыре корта и по левой по моему кортов пять вот ну условия шикарные я не знаю где лучше ребята говорят что в куэте еще очень хорошо но вообще тут топливо ну как вот как вот не кайфовать там еще вот там вот дальше есть корт для падала и там еще по моему сквоши есть тут все есть короче все игры с танецными ракетками там играет голландец я с ним как-то даже пару играл прикольный чувак ой 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 хорош хороший ну а поскольку мы играем не ATP для нас центральные корты это вот эти вот корт номер 1 и 2 на самом деле тоже очень круто ну приятно приятно тут играть о это кстати бокши тут очень круто играть не знаю мне нравится прям реально кайфуешь даже несмотря на то что ветер ну наверное если ветра не было бы получше а так тоже кайф а кстати бокши играет с мариушем копилом играл с федоровым точно ака психует грузин все таки нервы 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 вот так вот подают топчики я думаю что он здесь играл еще и когда я типе было поэтому не понаслышке знает корты чё делай так и непонятно вот этот коридорчик когда заходишь в паверс лаунжи все все вот в эти были плакаты всех игроков кто выигрывал то все федерер надаль мари доведенки вообще все монфис круто все заходим в ресепшн у нас отмечки можно брать все ряд работники расписание все дела здесь в этом кабинете супервайзор это наш лаунж блин на улице очень холодно нам же тепло стригер и все игроки болельщики победитель победитель мари мы видим и Продолжение следует... 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 Ну, в том, очень, блин, не знаю. Ну, красиво, красиво. Правда, мне безумно нравится. Мрамора. Ну, мрамора. Крыгом. Душ просто, тут жить можно. В Испании в таких номерах живу. I'm going to shit. Отвечаю, тут пока я с номера до завтрака дойдешь, уже все, закончился день. Кухня. У меня уже рука на руку сводит. Довольно маленькая. О, кухня простецкая. Это для слуг. Да, значит, вторая комната. Спасибо. Ну, ты же обскромнее, заметно обскромнее. Ну, не ванну. Платить заставь. Вот. Ну, так уже, как бы, да, особо не потянешься. Ну, а душики тоже простые, да, соответственно? Ну, не то. Такое все видели. Хаман. Хаман. Дэн! Ты меня слышишь? И бассейнчик. Для двоих номер. Красота. Ну, вот так вот отдыхают скромные катарцы. Ничего, никакого пафса, никакой казухи, все очень мило, скромно. И главный комфорт. Я мак. Я тоже снимаю. Я тоже отлично снимаю. Гудлак. Все, идем мочить всех в паре. Да, ботов. Ну, может быть, не ботов. Че, какая тактика у нас? Не знаю, сейчас мы в ходу разберемся. Мы с Леней, короче, действовали по тактике. Хорошо принимаешь. Не, не с Леней, с Киямычем. С твоим, кстати, сородичем. Хорошо принимаешь, глубоко играешь, с лета закрываешь. Ну, да, рабочая. Рабочая, да? Все, по этой рабочей тактике будем работать. Все, полная трибуна, как говорится, на наш матч. Все пришли. Аншлаг. Но главный болячек здесь на месте. Ну, что, ребят, я вступил в клуб разбитых яиц. Просто хруст яйца произошел на корте. Все молодые, кто смотрит хружок, теннисисты, пожалуйста, изо всех сил защищайте свои яйца. Это очень больно. Это случилось во втором сете при счете 2-2. 15-40 на подачу соперников. Я принял мяч, и один из них побежал на перехват. И приблизительно с одного метра, со всей силы, которая могла быть, попал Богдану прямо в то место. Извините за выражение, прямо в яйца. И Богдан упал, и закричал, что он не может дышать. Вначале я подумал, что мяч попал ему куда-то в грудь. Но потом я все понял. Все просто ждали и желали Богдану всего самого наилучшего. Но это просто м***ц. Соперники тоже перешли на нашу сторону. Очень сильно извинялись. Судья тоже спустился с вышки. Сказал, что можете взять сколько времени вам нужно. И, ребята, хочу всем сказать, чтобы вы всегда защищали эти места во время теннисных матчей. Я не понимаю, как происходит так, что просто судья и Лайсман оба в очках. Ну, это просто какой-то апокалипсис. Почему? Ну, нет, уже все, люди закончили со зрением. Почему судят? Судья в очках, Лайсман в очках. Ну, естественно, не на пару, а два очка. Погдан, как объяснить вот эту инсталляцию? У меня, короче, секрет, от Денис Павлов сказал, что он хочет волосы, все ли цвет покрыть. Денис, ты уверен? Ну, он тоже так думал. Смотри, весь стал сидеть. Вот, 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 вот. Золотая карточка. Золотая карточка. Золотая карточка. Потому что после матча он еще минут 30 рассказывал, как он круто играл. Следующий день мы играли пару. Полуфинал. Ааа, обидно. Очень обидно. Маратик после поражения в четвертьфинале от Султанова. Мы с ним против него же играли пару. Хороший матч был. В принципе, играли хорошо. Решающий тайбрейк. Отыграли пару матчболов, но чуть-чуть не хватило. Все бывает. Как-то так. И сейчас вы можете наблюдать дождь в Катаре. Это очень редкое явление, но реально идет дождь. Поэтому даже такое я застал тут. Реально дождик. У нас в отельчике также имеется бассейн. Надеюсь, что через камеру видно, что идет дождь. Как сказал бы комментатор Митревели, пошел дождь. Но хороший вид в бассейну. Я, если честно, первый раз вышел. А сегодня уже мой тут пятый день. Видончик неплохой. Но, блин, во всех арабских странах для меня какой-то город без души. Дома, 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 дома. Очень мало зелени. И особо нету места гулять. Только если о ТСшках. Также в нашем отеле имеется джин. Маленький. Компактный. Для разминки. Дэнчик тут заходит. И я зашел поснимать. Ну вот и все. Вот это. Вот это Дэн. И это тоже Дэн. Вот это Бэгги. Какой Маратик красавчик. Посмотрите. Просто свежевыбритый. Лучший барбершоп Дохи нашел. Марат, расскажи, где мы находимся. Что за замок? Мы находимся в торговом центре. На канале называется. Ну, не знаю как. Мол какой-то вот. Ну, конечно, круто. И куда мы собираемся идти дальше? Мы собираемся идти на такой полуостров. Там, где куча ресторанчиков. Покружки на ужин. А ты соблюдаешь какую-то диету? Расскажи, как ты стал таким сильным. Таким сильным. Ну, можно, можно говорить. Да я не знаю, что говорить такое. Дохи, прикольно. Вот здесь вот, какая-то вечеринка. Вот два главных подписчика. Там парк развлечений. А сюда нас хочет Марат отвезти. Намус. Посмотрим, хватит ли нам призовых. Та-ри-ри-рим. Та-ри-ри-рам. Разбито сердце напополам. Второй сет. Первый вел там. М5-4Т бреки там ведет. У-у-у, 5-5. 6-5 там. Вот так вот. Вот и все. А там в Тунисе два матча. Нет, четверть финала, первый круг сыграл. А тут выиграл. Вот так вот. Вот так вот. Томич идет на награждение. Вот это стиль. Перед награждением спросил, интересно, а его не поругают за то, что он в тапках? А вот так вот. Легенда, легенда. Здесь Берни, Томич. Привет. Как это происходит? Как это происходит? То есть, вы были в топ-20, Так, давайте посмотрим. Ты веришь, что ты сможешь успешен? Да, точно. Я был несколько раз в моем критике 200-300. Я вернулся в хорошие позиции в теннице, поэтому это немного тяжело, потому что я стараюсь. Но я тоже слышал, что у тебя есть проблемы с Федерацией. Они не приводят вас с wild cards. Ты знаешь, что wild cards помогают, очевидно. Да, это помогает. Это помогает любой игрок. Это может помогать любой игрок. Но я не исключаю помощь. Мне нужно вернуться на свою жизнь. Никто не может помочь. Ты должен помочь себе. Это принцип. Я надеюсь, что мы увидим тебя там снова. Ты один из самых интересных парней. Всегда какие-то вещи, какие-то вещи. Я не знаю, что ли. Да, что ли? Что-то о том, кто был лучший парень там? Ты знаешь, кто я очень любил? Я был очень хорошим парень с Гогополом. Гогополом? Я был очень хорошим парень. Но я его не видел в течение времени. Да. Скажем, 4-5 лет. Он был хорошим парень. Это круто. И кто был твоя большая ненависть? Или что-то? Я просто... Не волнуйся. Не волнуйся. Окей, не волнуйся. Были какие-то rumors, что ты был партинг. Иногда. Кто был твоя парень? Кто был лучший парень? Я скажу это. Ты знаешь, чтобы говорить о нем? Я и Гогополом и я, я должен сказать. Я помню. 7-10 лет назад. Мы были какие-то... Да, я имею в виду. У нас все были хорошие дни, плохие дни. У нас все были выходные. Конечно, конечно. Мы все это делали. Мы и Гогополом, мы были какие-то crazy nights. И лет назад. Окей, окей. Я надеюсь, что если он видит это видео, он может помнить. Да. Класс, мальчик. Окей, спасибо. Это было бы так. Мы надеемся, что снова увидимся. Спасибо большое. Тебе, период. Итак, здесь мистер Там. Венера первой недели в Доха. 15к. Как ты чувствуешь после этого трупа? Я имею в виду. Конечно, это хорошо победить. Потому что ты не победишь. Много победишь. И это было сильное время. Поэтому я победил хорошие игроки. И... Нет, я имею в виду. Ну, это было бы хорошо. Было бы... Было бы... Погнали иногда. Погнали иногда, знаешь? Прикольно. Как это было бы, чтобы стать-то быстрым шоком. В Эстонии? Много сорта, много форта. Да. Это ты должен спросить мой папа. Генетика. Full power. Когда он играет теннис, он amateur, он не может играть теннис. Он играет то же самое, как мне. Форта, full power. Сurf, full power. Zero backhand. Zero feel. Nothing. Так что папа дал тебе право играть. Да, да. Прикольно. Как это в Эстонии? Да. Время – это ужасно. Это минус 20км. Он не может играть теннис. Только в интернете. И, я имею в виду. Я уже не практиковал несколько лет в Эстонии. Да. Да, это то, что я хотел спросить. Где ты практиковал сейчас? Я слышал, что ты был в Муратоглу, да? Да, я был в Муратоглу. Как это было? Три года. Было хорошо. Но, в конце концов, много игроков остались. Так что не было так много игроков. Но я слышал, что они занимаются более осторожными. И, как только ты не был там, они… Но это, я думаю, в каждой академии это же самое. Если ты был в Муратогле, то ты был в Муратогле. Да. Так что теперь ты… С Джан-Лука Карбоне. Мы делаем в Муратогле вместе. И, да, он самый лучший тренер, который я никогда не видел в моей жизни. Перфектно. Так что твои следующие планы? Ну, в Куэйте. В следующей неделе. Да. И, в следующей неделе, мы играли в Дэвис Капе в Ямаика. В Ямаика. Уф! Очень много лет. Да, очень много лет. И, когда я остался в США, я играл там. Но ты сейчас номер один из Стонии, или нет? Нет, Марк Лайал, он номер один. А, Лайал, да, да. Он 390. Он мой идол, я swear. Если ты его видишь, то скажи ему. Он мой идол. Я люблю его волосы. Но он играет очень хорошо. Но я начинаю grow up волосы, потому что я тоже хочу делать дредс. Я его следую на инстаграме, когда он 12. Нет, правда? Да, да. Нет, но он очень хороший человек, и он играет очень талантливый. И он меня не следит. Он не следит. Я скажу ему. Спасибо большое. Да, мой идол есть. Окей, Кристиан, хорошего счастья. Вот это, блядь. Вот это, блядь. Ха-ха-ха. Ладно, нормально, приём, Горк. Имитация. Смотрим подачника. Ну, посмотрите, что за вид, а. Один кайф тренить. Смотрим подачи киргиза. Да, скажи аут. Короче, я выиграл. Очень милый ветер. За меня ребята болели, находясь в шатре просто. Я пытался, кстати, там высмотреть, как они камончик показывают. И вот здесь, а вот и на шатре просто. На шатре просто. Смотрим подачи кирпича. Смотрим подачи кирпича. Полься, парад. Маленький шпион. Вот так. Но мне кажется, ты был лучше, как бы. Но это очень плохо было. Спасибо. Спасибо. Легко б тебя на раз два. Спасибо. Хоть кто-то в меня верит. Это бред полный. Сегодня снова ветрено. Это мой соперник на сегодня. Привет, мой соперник. Привет. Как это? Это видео? Кого я говорю? Нет, это только для наших подписчиков. Аааа, я не подписчиков. Что ты можешь сказать о твоем сопернике сегодня? Он... Он... Он друг. Он противник. Он хороший друг. Он хороший друг. Это хорошо слышать. Да. И я надеюсь, что это отмечает. Мы никогда не играли друг к другу. Мы всегда связаны друг к другу, но мы никогда не играли. Мы все время смотрим. Мы смотрим. И мы снова увидим. И мы увидим. Я надеюсь, мы не будем играть в файлое. Нет, это не так. Кто играет лучше, уиграет. Окей. До свидания. Шоу. Три тысячи семнадцатый день нашей телестройки. Да ладно, не телестройки, а игры в теннис подряд. Отличное утро. Вчера такое же было. И позавчера. Вчера был сложный день. Было пипец как ветрено. Ненавижу играть ветер. Да и в принципе никто не любит. Сложный матч. Очень нервный. Напряженный. Три сета против друга. Софат. Египтянин. А потом еще играли парочку. К паре, к сожалению, мы оба не подъехали. Как сказал бы Дэн Клок. Мы остались где-то на парковке. Но мы подустали после одиночки. Мы оба все-таки одиночники, наверное. И что-то в паре пошло не так явно. Мы были не на высшей мотивации. Поэтому пару уступили. Одиночку выиграл. Сегодня француз. Двухметровая палка. Вроде, по идее, должен подавать. Но, судя по статистике, не супер сильно подает. Можно будет принимать, играть. Надеюсь на этом сыграть. Поэтому как-то так. Пока еще ищу мотивацию. Солнышки. Не знаю, в чем еще. Надо играть. Бегать, прыгать. Мы ведем репортаж с места событий в турнире Дохи. По-моему, Бегги заберет. Что-то такие подозрения есть. Смотрим. Красота. Катара. Поехали. Прямой репортаж. Чемпионат Катара. По футболу. Разноцветная. Ведут. Один ноль. по-моему я видел этого забрали начи почему-то злой к человек вот так вот 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 таририри таририрам разбито сердце напополам блин вот если мне тут бородатый там красивый вид не знаете кто мешать туристик туристик majestic а тут хоть как-то это по атмосфер не дадим но где-то точно будет а это палец ничего не думать не подумайте это просто палец большой палец спорная фигня конечно так я уже совсем обленился не записываю видео ничего не делаю очки снял вообще чё-то какая-то режиссерская импотенция так ну чё я записываю тут фрога после настоящий день после матчей свои мысли я сейчас еду на полуфинал вчера был сложный матч опять-таки нервный опять ветер опять сопли слюны ненавижу играть с подаванами я настраивался на матч как я уже говорил против игрока 206 а он был 211 возможно это усложнило мою игру ну на самом деле реально для своего роста он не супер круто подает но все равно типа психологически очень сложно играть с подаванами потому что даже не столько сколько сложно на их подачи ты принимаешь то что они хорошо подают это ты принимаешь сложно потом играть на своей подачи потому что у тебя нет право на ошибку и любая твоя невынужденная ошибка может стоить тебе гейма и ты на таких зажатых булках играешь что это не передать словам чувак был смешной вроде как у него большая мозоль была на подушечке на ноге и он подхрамывал значит сначала матча мне еще показалось за день до этого что на паре хромал и как бы то ни было он все равно бегал вроде как делал вид что он не бежит что ему больно бегал и это тоже вымораживал я уже я уже кричал что он симулянт что ему футбол надо идти не мар 2 паре уже судья говорил не ему так бы наверно было обидно в итоге столько раз мы прикануть его приканул просто просто рандом то есть все мечи которые должен был обрекануть я не сделал и выиграл в итоге какой-то хрен по мячам обвел его так что не бывает я опять ругался судьей как и каждый раз суде реально на витяре лучше я хочу на ветер а самый прикольный случился в деле был у меня за меня болели клок и сестра я смотрю на них из там посадили судью который обычно вышли к вам просто сидит на трибуне что-то делает не знаю как мне потому что с пройдем что-то он ему сказал делать возможно проверял этого судью и следил за качеством типа судейства но они там бывают контролируют на друг друга но и суть и я смотрю на них и вижу судью краем глаза и он улыбается я думаю надо мной ржет еще и каждый раз когда я смотрю ну когда у тебя не идет это был первый сет не прет не получается психуешь еще видишь улыбающую судьбу сидит вот так я думаю больной нет короче я зову в итоге супервайзера это все время смотрю на сестру на дэна он улыбается все я вижу дебильную улыбку возможно от солнца типа он чурился но мне казалось что нур рот просто надо мной но я в какой-то момент не выдержал ничего не получается я зову супервайзера говорю пожалуйста уберите сначала говорю судья на вышке губерите пожалуйста и она говорит типа я не могу я бы почему я говорю она официальное лицо турнира то есть можно попросить пересесть хотя поиграть не укрите пересять и игорь мне кажется что мы ржет меня это бесит она горит я не могу это сделать зазвали супервайзера ждали минут пять он пришел говорит типа как я тоже в принципе не могу это сделать тем более он занимается кольцей работы в итоге после споров его убрали елый такая история но он бесит моя сестра и вот у меня татушка вот такая ну так что она для вас значит так ну что она для меня значит ну во первых это парный тату с моей лучшей подругой с которой я встретил швейцарии и это собственно горы которые находятся в швейцарии и для меня это во первых означает как очень такой большой этап в моей жизни и что я пять лет прожила в швейцарии мои студенческие годы и также если например я могу эти городы дословно с немецкого переводится как людоед монах и девственница и для меня это тоже такой подтекст в том что в каждом из нас эти три личности должны быть в каком-то балансе и также как эти горы они существуют на протяжении уже многих лет и выживаются все вместе так и в каждом из нас все есть эти три личности с которыми мы должны бороться и балансировать между ними ну и конечно вот так вот надо татушки свои пояснять поняли все subscribe is asking about tattoos so i know you have one yes here is it's something to do with the family and then i have on my back as well ah you have on the back so you're a perfect guy to do it oh three also family three or something yes it's my family name and then inside the three there is like three letters my mom my father and my sister so everything so as soon as the family grow up you will upload it yes perfect that's a great just about разминаться перед полуфинал макши меня ждет в полуфинале ака посмотрим ну вот так выглядит завтрак не знаю почему не раз снимал сегодня последний день но есть каша хашбрауна я всегда беру я всегда омлет заказываю кофе можно заказать там есть но все чуть есть все по чуть-чуть есть мой завтрак такой простой мне что на самом деле класс дэнда офис сегодня играю финал и я вспомнил что я не сделал рум-тур ну а так то все просто вот такой номерок здесь пол я вот там был дэн он уехал я сегодня остался один с сестрой ну точнее не один с сестрой сестра будет поддерживать вещи все раскидываю максимально занимаю пространство номера но номер был большой прикольно не знаю что показывать что рассказывать ванна и душ тупик финал прошло минут 30 все я собрался подставишь на выкручен это значит что можно валить а я не показал вам вид из окна темная ночь ну ладно не ночь но там песня не знаю крокодильчик получается что я еду на финал сумки 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 там еще одна вот так вот мы передвигаемся вроде радость а вроде сваливаю раздвинка перед финалом два часа до финала написал своему финале чуваку с кем играю финал говорю хочешь размяться потому что никого уже нет все уехали он сказал что уже с кем-то нашел поэтому я и фаун тулис бьютифа гайз they came for juniors so what's your name guys nice to meet you for both done and you okay nice to meet you guys so you're playing juniors here and it's starting today right thanks thanks a lot for hitting with me otherwise i have no one and good luck for the tournament guys прямой репортаж места событий говно случается идем дальше а также рубрика обзор на кроссовки правому как говорит ваня денисов хоть бахны левый испытывает неполадочки я ничего не знаю но для меня все равно победитель уже не подготовлено было входим святая святых то место где нас лечили все время если бы не она мы бы наверно все в первых кругах после туалета главный герой этого места это алексей и работает тут если не ошибаюсь 15 лет правильно а уже 17 передал всех звезд для него не просто братишки уже все со всеми здоровается и поэтому если вы не он то столько бы было отказов катаре алексей всех спасает с кем вы именно прям работали кого вы ставили на ноги когда уже кто-то не мог стоять тысячи десятый год все получилось получилось так что поля выиграл это выиграл финал рафы помню себя не ошибаюсь он рафа просто убил хороший был матч и роджера федерера тоже он прибил в этом же турнире на 50 процентов вашей заслуги что я как бы остаюсь всегда в тени на самом деле но для болельщиков и остается в тени игроки это все знают то есть я сюда тоже возвращался я знал что тут и просто идеально можно восстановиться после матча здесь есть все ребят просто вообще все технологии алексей еще банки практикует он сказал что банки настолько не дооценены белорусский бист началась макса мирного когда он приехал с больной спиной он лечился целый месяц штатах и там приехал сюда он сказал что он будет сниматься давайте остановиться чем выиграл здесь по а кого вообще с кем вот еще работали так просто по именам если пройтись монфиус его включили свою карту он тоже выиграл турнир ничего болела он был не форме совершенно просто здесь танцевал и песни рассказывал про свой трейдинг биткойнами в итоге выиграл турнир я ему спросил шоу у нас в чем я могу там свою методику применять игры делай что хочешь я тебе верю был сырка в телефоне либо рассказывал здесь истории всем сдержали а я делал свое дело в итоге он выиграл активация работать с игроками и чтобы мои игроки кто был у меня лечение чтобы они выигрывали у тех кто лечился в эти пики спасибо спасибо вам за это большое топ топ-3 брать федерер надаль джокович доводилось с ними работать нет они приезжают все со своими физиотерапевтами самый лучший вы говорили марина и до вас получился димор и 2009 год полуфинал роджер федерер и там он пришел в раздевалку ко мне чтобы я поставил банки нас я спросил конечно этого физио могу ли это делать физио сказал делай что хочешь и выиграл финал где ролика пришел увидел он просто снял майку и показал спину а серьезно это где на пресс-конференции хотел спросить ну связи с этой со всей ситуации но я знаю что с украины вы знаете что с россии вот что вы можете сказать как я работаю здесь профессиональная моя деятельность я не вмешиваю политику совершенно здесь люди со всех стран мира и мы здесь вне политики на рабочем месте профессионалами просто нужно свою работу и все политику лучше не затрагивать это больная тема сейчас так что лучше на эту тему даже не начинать разговор иначе ну что давайте давайте и не будет больше все спасибо большое вам алексей за турнир если бы не вы я бы до финальчика точно не дошел все спасибо большое с последний ужин вдохе каком-то в тематическом кафе париса ну что за сервис как-то очень много солнца если есть какие-то рестораторы пожалуйста проверяйте стол на наличие вот этого вот этого очень неприятно а так вкусно просто вот такой вот вид в этом ресторане все мы поели я рекомендую но как минимум за этот заход сюда у нее давать вкусная персидская раз вы сейчас видите меня значит вы смотрели ролик до конца и значит вам это понравилось поэтому вы должны обязательно подписаться если вы уже подписаны то обязательно поставить лайк подписывайтесь на все наши социальные сети обязательно заходите в наш telegram обязательно заходите в instagram и обязательно подписывайтесь на тикток весь контент эксклюзивный топовый всем советую тем кому особенно понравилось вы можете после перехода в группу telegram задонатить нам небольшую копеечку и благодаря вашим деньгам мы улучшаем и будем улучшать контент делать все лучшее для наших любимых подписчиков всем спасибо там сидят героя Субтитры сделал DimaTorzok